В Водовостоке дорожники меняют разрушенные тактильные указатели на новые. О том, нужна ли тактильная плитка и где она может быть уложена, рассказала советник губернатора Приморья по вопросам работы с инвалидами Инна Вербицкая. Если касаемо доступной среды, то в первую очередь надо понять, что все-таки Владивосток это такой особенный город, у него свой рельеф. Мало в каких городах есть такой рельеф. И вот в связи с этим сложности, конечно, с доступной средой очень большие. На самом деле, в последнее время администрация города стала, в общем-то, уделять внимание людям с ограничением по зрению. Нас очень радует. Появились места, уже новые места, где сделана, скажем, не то, что тактильная плитка, а именно бордюрка, которая нам необходима, бордюрка вдоль тротуара. Потому что это основной ориентир, по которому может именно тотально слепой человек ориентироваться и передвигаться самостоятельно. Где тактильная плитка действительно необходима, это на спусках с тротуара, то есть перед выходом на дорогу, везде. Это, конечно, по длине какой-то лестницы. Вот если спуски, например, в подземные переходы, очень важно, чтобы прям по всей длине было. Почему? Потому что так именно ориентируется человек. Продолжение следует...